Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Славочка сказал, что времена скоро наступят хуже, чем при Сталине. Во-первых, ученые, они эти чипы не только для людей приготовили, и для животных. Вот возьмите ворона, да? Он же долго живет. Чего бы этому чипированному ворону не летать и не собирать всю информацию, какую они хотят? Они же на каждом столбе, наверное, скоро эти чипы поставят. И все это, Славочка сказал, будет работать против человека, особенно православного. Поэтому люди, говорят, шепотом будут разговаривать на улице, и все равно все будет записано, все будет слышно. Полный контроль над душой и телом. Поэтому Славочка сказал, времена будут хуже, чем при Сталине. Поэтому вот эти все, и мыши, и там всякие, и люди, и птицы, и под водой, и на земле, все везде будет слышно, и все будет фиксироваться. Я уже не говорю про сотовые телефоны. Вот. Этот сотовый телефон мне уже столько пакостей сделал. Вот расскажу так вкратце одну историю. Когда везли вот эту икону, а я так хотела, чтобы у Славочки была эта икона, и мне звонят из Воронежа сестры и говорят, Валентина Афанасьевна, мы везем икону во весь рост. А я стояла и думала, где бы мне Христа Спасителя во весь рост. Они говорят, вот, говорит, мы везем. Я говорю, какую икону? Христа Спасителя, Иисуса Христу Придущему. Я говорю, да как вы догадались? Да какие же вы умницы, да какие же вы вообще молодцы. Да я настолько вам благодарна. Они все шестеро или семеро их было по телефону слышат моим голосом. Им говорят, кто вас спросил, что это вы мне везете? Зачем она мне нужна? Это по сотовому, это уже сейчас. И они решили, может, проводнику оставить икону? Ну что она подумает, скажет, что это за верующая? В поезде они ее не оставили. Они с поезда вышли и решили в переходе оставить. Но в переходе негде поставить. И вот я их встречаю с такой радостью. Они на меня вот так вот смотрят, скажут, что совсем что-то не то. С такой насторожностью. Я говорю, а где иконы? Они, ну вот мы хотели проводнику оставить, хотели в переходе. Но мы вот с иконой. Я говорю, я ничего не поняла. В каком переходе вы хотели мою икону оставить? Пока это выяснилось, что сделал телефон. Пожалуйста, это уже сейчас. А эти вороны, всякие вот эти, они везде сидят. Что им все не фиксировать? Славочка сказал, что так оно и будет. Все будет фиксировать. Все, что говорит человек. Да, Славочка как сказал, что особенно, когда попытаются изменить все церковные службы, особенно символ веры изменят или отменят, православные христиане, они просто перестанут ходить в эти храмы. Они перестанут верить. Вот. И они будут бояться заходить. Вот представьте себе фантастику невероятную, совершенно невероятную в иконе Чип. Вот уж фантастика хлеще, чем, например, обтянутый кожу инопланетянин, да? В иконе Чип. Вот. Какой христианин, зная, что там Чип стоит, будет молиться? Кто будет стоять и просить? Кого уже просить? Кто там записывает? Это же не от Бога все. Так вот, Славочка сказал, что люди будут бояться. Боятся чипированные иконы, боятся будут того, что происходит. Особенно поразит отмена символа веры или его изменения. Поэтому люди перестанут ходить в храмах. И вот эти пустые, вот такого красивого музейного вида храмы, они опустеют. И поэтому им потом разрешат там типа в мастерские столярные делать, хоть что-то, хоть как-то, чтобы как-то оправдывать, да? Вот аренду или как там все это бывает у политиков. Это мне уже Утрак не объяснял. В общем, сказал, что люди посещать храмы перестанут. А Славочка сказал, что это очень печально, потому что в храм надо ходить до последнего. Даже когда изменят или отменят символ веры, надо искать священника, который Бога не предал, который служит по-старому и принимать причастие, исповедуясь в грехах. Иначе, говорит мамочка, люди не выдержат, они будут глупеть. Славочка сказал, что печать такого желания, как вот такового, да? Как вот говорят, выберешь или хлеб, или крест. Понимать это можно по-разному, хлеб и крест. Кто знает, кто из святых и что говорил, вкладывая в этот смысл. Вот, Славочка сказал, что насильно будут чипировать. Будет стоять каталажка, будут смотреть, едут в машине, сколько человек, все или нет чипированные. Если кто-то не чипированный, останавливает гаишник или войска, там это типа, ну вот эти бригады, останавливают машину, зачипируют и езжают себе дальше. Поэтому христиане на дорогах ни ходить, ни ездить не будут. Поэтому подальше от федеральных трасс христианину нужно уходить. И вот знаете, даже вот эти эшелоны, да, вот говорят, двинется первый эшелон, ты цепляйся за колеса и типа, едь, да, убегай. Но это же все равно образно сказано. Вот представьте себе, эшелон, он двинулся, за какие колеса ты к нему прицепишься-то? Значит, это надо понимать образно. Вот двинулись эшелоны уже, люди разъезжаются уже, кто в деревню, кто к своим родственникам. Они уже поняли, как в народе говорят, что пахнет керосином, да? И вот разъезжаются. Поэтому, конечно, люди будут уходить, храмы будут пустовать. И вообще, есть диск, где я сама с изумлением услышала, что Славочка сказал, что почти все храмы будут заняты Антихристом. И в чем людей обвинять? Люди душой своей чувствуют, что что-то не так. И разбегаются, разъезжаются. Пошли уже эшелоны. А те, кто там что-то думает, ехать, не ехать, бросать, не бросать, вот им и совет, хватайтесь за колеса. Ну, можно понимать и так, берите пример. Ну, какие эшелоны, кто их будет грузить? И насчет вот этого хлеб и крест, выбор вот такой стоит, что вот типа я вот выберу, чипировать меня будут или не будут чипировать. А кто ННН выбирал или не выбирал? Кто спрашивал? Одни кричат, мы благословляем, берите, да? А правительство их насильно выдает. То говорили вначале бизнесменам, а сейчас уже и у младенцев, и у всех эти ННН. Значит, это что, ложь? Могут сказать, что вот это вот я там что-то придумала насчет вот этих чипов, что кто-то там говорит, а я вот взяла на вооружение вот это все. Это неправда. Я про эти чипы рассказываю больше 20 лет людям. И говорю то, что говорил Отрак, что чипированный человек, это очень страшно, это не человек. Это совершенно управляемый через компьютер вот тело. Да еще вдобавок Славочка сказал, что те, кто получит вот эти микрочипы, вот, а потом они обязательно все получат печать, они помереть-то не смогут. И в то же время сказал христиан, кто Бога не предаст, они тоже никто, говорит, не помрет ни от голода, ничего. Просто потерпят вот эти лишения, тяготы, гонения. Но, наверное, стоит потерпеть. Поэтому Бог судья всему этому. Я говорю то, что слышала от Славы. Совершенно не заинтересованный человек ни в политике, нигде. И христиане будут очень гонимые. Они вынуждены сами будут куда-то уходить и что-то предпринимать. Потому что священников Славочка сказал, тех, кто не предаст Бога, их убивать будут. Даже вообще, вот как Славочка сказал, при Сталине еще там хоть кто-то что-то там говорил, хоть что-то как-то объяснялось. А здесь просто будут брать и убивать. Или он сказал, просто несогласные будут вешать в храме. Монахов, священников в первую очередь. И мирян тоже. Но поначалу Славочка сказал, все-таки обратят внимание на верное Богу духовенство. Славочка сказал, что те, кто не примет печати, сатанинских печатей, от голода, они никто не умрет. Будет тяжело какое-то время. Тяжело от чего? Они почувствуют как бы оставленность. Как бы вот кругом враги-враги, а человек один. Или немножечко там людей, поселение какое-то там. И они, говорит, будут чувствовать вот такую, какую-то оставленность. Но это будет очень короткое время. И никто, Славочка сказал, ни один человек, который не предал Бога, от голода не умрет. Они немного потерпят тягот и решений. И потом Господь им начнет помогать. Потому что все огромные города, все центральные дороги, как Славочка сказал, все будут заняты вот этими полицейскими войсками. И христиане, кто не предал Христа, они просто сами по себе будут вынуждены уходить от такого общества и где-то скрываться. И вот им скрываться, и будет помогать Господь. И они его дождутся. И Славочка сказал, ни один мамочка, кто не предаст Бога, ни один не умрет. Славочка сказал, что нужно уходить на землю, потому что будет зной, дождя не будет, воды не будет. Но те люди, которые не предадут Бога, Господь позволит хоть что-то из овощей вырастить на огороде, на земле. Славочка сказал, своих Бог убережет. Они будут жить небольшими поселениями. Они будут, как Славочка сказал, поначалу они потерпят тягот и решения, а затем они будут жить свободно, потому что их Бог будет закрывать, и они будут невидимы вот этим силам. Силам вот этим нечистым они будут невидимы, потому что зомбированные полицейские, они не будут видеть этого, ни дома этого видеть не будут, ни человека не будут видеть, нигде человек укрылся. А там, где, вот Славочка сказал, где вот скопление массовое людей, которые не подумали ни о чем, приняли печать и все, вот они будут жить настолько праздно и весело, что им будет не до этих христиан, они им не нужны будут. Но потом, затем Славочка сказал, они сами пойдут искать этих христиан. Такое появится у них зло, потому что они почувствуют, как приближается Господь. И все восстанет вот такое. И они, говорят, будут искать христиан, готовые разорвать от злости, что те уцелели. Славочка сказал, что даже те, кто своих ребятишек убережет, в поселение сохранять будет. Эти ребятишки, подростки, они все равно будут искать любые пути и дороги, чтобы вырваться от родителей, потому что Славочка сказал, что поначалу у дьявола будет очень весело. Там и музыка, и гулянки, и как Славочка сказал, что разрешит все пороки. И он удивился, сказал, мамочка, какие бессовестные тетеньки, они такое будут делать. В общем, вот это все будет разрешено. И христианские ребятишки, за ними надо будет смотреть, потому что они будут пытаться от родителей удрать к мировому правителю, потому что у него весело. Когда затронули разговор о монахах, Троице Сергиеве Лавре, даже где-то записан его голосок, когда он говорил о том, что там, говорит, будет в основном работа. Монахи в Троице Сергиеве Лавре в основе своей почти ничего знать не будут, что будет происходить в миру. Какие им грозят последствия из этого мира, что там будут решать, какие проблемы. И они, говорит, будут в неведении, они просто будут работать, и когда у них будет время, вот такое вот, ну, молиться, говорит, будут, но в основном, говорит, будет работа. И неведение, что же происходит. И потом, когда вот это вот все наступит, такое время, когда кто-то уйдет из монастыря, заранее подготовившись, а в основном масса, основная монахов, будет брошена, а Лавра придет в запустение. То есть она не разрушена будет, но она будет в запустение. И вот эти монахи, то отойдут от Лавры, походят-походят, обратно вернутся к себе домой, посидят, говорит, там, опять разойдутся, а потом, говорит, окончательно разбередутся по всему миру. Славочка, когда смотрел, как мы живем, он частенько держался в области сердца. Он вот так вот возьмется, и вот так вот как, и стоит, и смотрит. Говорит, мамочка, ну как люди не понимают? Им все равно каждому придется к Богу идти. И что они скажут Богу? Ведь это же грех, бегать из религии в религию. Я спросила, как это бегать из религии в религию? Их не так уж много, религии-то. А он мне объяснил. Вот они, говорит, идут в церковь, потом бегут, говорит, в какой-нибудь центр. В этом центре они там что-то послушают, им становится плохо. Они снова бегут в церковь. Им в церкви помогут. Они какое-то время, говорит, посидят, вот облегчение такое почувствуют. Потом снова где-то что-то интересное, они снова туда бегут. Вот так вот они будут бегать по всяким центрам, возвращаться в храм. И в конечном итоге, как Славочка сказал, как же он сказал, головушка погибет. Вроде так он выразился. То есть, итог таких людей, которые так себя ведут, это поехавшая головушка. И Славочка сказал, вот уезжают за границу, бросают родину. Уезжают, конечно же, за деньгами. Как бы ни говорили патриотические слова, и не искали каких-то причин, это просто более комфортная, спокойная жизнь. И ребенка такого, как Славочка, обмануть было невозможно. И он говорил, что мамочка, грех им бросать родину в такое тяжелое время. Люди должны в такое тяжелое время оставаться у себя на родине и ей помогать. А особенно, говорит, великий грех, когда люди именно из-за денег бросают свое отечество. То есть, предатели они для Славочки были. Да, Славочка сказал, что великий грех из-за выгоды, какая бы она ни была, предавать Бога. Потому что Славочка изумлялся и говорил, как же так? Они разве не понимают, что все равно им придется к Богу каждому идти? И что он скажет Богу? Вот. И он часто говорил, мамочка, весь мир погубит выгода. Он так часто это говорил, это почти постоянными его словами были. В последнее время он всегда изумлялся и говорил, мамочка, все выгадывают, весь мир погубит выгода. Слава сказал, что это служением напрямую дьяволу преисподней, когда богатство и ради него предается Бог. Славочка сказал, что люди из-за золота убивают друг друга, гоняются за ним, обогащаются этим золотом. А потом оно, когда не будет воды, когда деревья перестанут расти, когда на огородах ничего никто не сможет вырасти, когда планета будет в таком запустении, вместо воды будет появляться на поверхность золота. Золота будет столько много, оно будет блестеть, как озерцо, что люди и подумают, может быть, там вода, а там золото. Пить будет очень хотеться, будет жара нестерпимая. И вот эта вода, вонючая, как кровь, будет поставлена на это золото, чтобы хоть как-то ее подогреть, чтобы можно было ее проглотить, эту воду. А золото, он сказал, мамочка, будь строительным материалом будущего века. Слава сказал, праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду. Меня очень удивили эти слова. Оно как-то вот, ребенок не может такое говорить. Праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду, но ничего не остановить, не изменить нельзя. на небе все решено. Скоро на земле будет Бог. И Славочка сказал, что первый документ, нечеловеческий, от сатаны, это ваучер. Потом, говорит, каждая, любая справочка, любой документ будут только от него. Это нечеловеческие документы. Про все вот эти документы, это он когда сказал, когда их вообще не было. Вообще не было. И вдруг он говорит, что будут микросхемы. И что их уже в роддомах при советской власти детям под кожу в Москве, он сказал. Тайны от родителей уже стали. Понял. А потом, говорит, они вырастут, будут банкерами, правителями, очень умными, очень молодыми. А родители даже не знают, что это микросхемы. Что это чипированные дети с микросхемой. Он чипами не называл, он так и назвал микросхемой. Я говорю, какая микросхема, Славочка? Потому что ты говоришь вот тут какую-то ерунду. А он мне сказал, такая, говорит, маленькая микросхемочка без мамочки. Он мне кажется, что будет. И он знаете, как сравнил людей, которые все это получат. Он сказал, говорит, мамочка, есть такие куколки, от этих куколок много-много ниточек идет. И вот дьявол за какую ниточку дернет, то куколка ее делать будет. Вот так вот Славочка сравнил. Кстати, да, вспомнила, да. Он сказал. А когда будут ставить всем людям, то, как я поняла Славочку, люди перестанут быть людьми. Как он говорил о тех людях, которые примут это? Что они будут злые, они готовы будут разорвать друг друга. Настолько они будут злые. Для них будет уже ничего святого, для них не будет. Для них будет уже все. Потом останется только после этого биочипа поставить печать. Славочка сказал, как будет ставиться печать. Они придумают мировой паспорт. Будут давать его всем. Это будет маленькая, серенькая, и Славочка сказал, очень симпатичная пластиночка. И когда люди будут за этим паспортом мировым протягивать руку, как правило, правую, то аппаратура будет рассчитана так, что человек или правую руку тянет за паспортом, или подставляет лоб, наклоняется. Где как он будет? Сказал. Где какая обстановка? Будут выдавать же по всей стране, по всей земле. Вот. И он сказал, что, как правило, на правую руку в области запястья будут ставить три шестерки изотопами, лучами от этой аппаратуры или на лоб. И Славочка сказал, принявших печать вот такую, то есть тянутся они рукой за мировым паспортом, им в это время ставят печать. Три циферки, три маленькие шестерочки, на лоб или на правую руку. И Славочка сказал, Бог никого не простит. Вот таким вот образом будут поставлены печати. И Славочка сказал, что потом пройдет какое-то время, и люди начнут челками прикрывать свой лоб, станут носить длинные рукава, потому что проснутся однажды, а у них три циферки на лбу светятся зеленоватым цветом. И Славочка сказал, как вот электронные часы, как табло, вот таким красивым зеленоватым цветом светятся три шестерки. И поэтому люди будут прикрывать или челками, или длинной рубашечкой. А потом посмотрят, один открыто несет эту печать, второй открыто носит эту печать и перестанут стесняться. Поначалу они просто еще будет совесть, и они как-то будут стесняться, сказал Слава. А потом они перестанут стыдиться и открыто станут носить печать Антихриста. Для таких людей сейчас и разрабатываются такие технологии. Это сейчас я вижу. По телевидению слышим. А Слава, когда говорил, он сказал, что для них будут строить огромные магазины. Там будет очень хорошее качество товара, очень хорошие продукты. И все будет для таких людей. И товар, и продукты, все будет для них. А для людей, несогласных с такой системой, для них еще будут, говорит, какое-то время магазины, но у них будет все дороже, качество товара все хуже. А потом Славочка с таким удивлением и сказал, мамочка, такая дорогая курица. Он очень удивился. А потом Славочка сказал, эти люди, которые зашестерятся, слово такое было у Славочки, зашестерятся, зашестеренные. Вот потом вот эти люди, которые зашестерятся, Славочка сказал, они еще какое-то время не будут такими злыми. Они постепенно станут очень злые, сказал Отрок. Но перед этим они еще постараются от своих продуктов что-то дать бедствующим людям, родным своим, которые не приняли печати. Но люди, не принявшие печать, не смогут проглотить даже кусочка, потому что Слава сказал, или их вырвет обратно, или они просто не смогут проглотить. То есть пище для обыкновенных людей это уже не подойдет. Люди не могут есть. Про еду, которую будут есть зашестеренные люди, Славочка называлась зашестеренные люди, он сказал, что на каждой, на каждой, на каждой маленькой печенюшечке, на каждой маленькой-маленькой конфеточке, отдельно на каждой будет стоять три шестерки при маленькой циферке. И сейчас это показали по телевидению, уже эта пища есть, показали поросян, что их вырастили, они стали большие, белые, вот эти свиньи, большие, белые, чипированные, и они по контуру светятся зеленоватым, таким приятным, приятным цветом. Я когда увидела, я не могла поверить своим глазам. Это все то, о чем рассказывал Слава, но он говорил о человеке, что человек будет светить зеленоватым цветом и что есть он может вот эту продукцию, а нормальный ее есть человек, не зачипированный, не сможет даже проглотить. И поэтому он сказал, что люди, которые даже перетерпят, не примут печати, потом соблазн будет такой, он привел такой пример. Вот человек сам себя уговаривает, что я только зайду в этот магазин и посмотрю, чем там кормят вот этих людей, что у них там есть. Говорит, заходит человек в магазин и от голода начинает, от немощи человеческой, начинает все это брать, брать, брать. И когда через кассу он проходит, через кассу он получает эти три шестерки. То есть вот так еще будет. Котрак сказал, что люди, принявшие печать, постепенно, постепенно станут очень злыми. А затем они так начнут сильно завидовать и злиться на тех, кто печать не принял, потому что они поймут, что они попались в сети лукавого. И они начнут завидовать и злиться на тех, кто остался без печати. И эти люди вынуждены будут скрываться от своих родных. Вначале добровольно будут принимать печать, даже просить. Затем в общем массе принудительно начнут печать ставить. А потом просто вылавливать будут тех, кто без печати. Потому что, как я Славочку поняла, будет идти сигнал на эту микросхему и должен идти ответ. А так едет человек или идет? Должен идти сигнал, а от этого человека сигнала нет. Значит, этого человека будут ловить, Славочка сказал, именно ловить. Именно вот это как бы полицейское государство, это и армия, и милиция в одном лице. Вот они будут просто таких людей ловить и насильно ставить печать. Которые примут печать, они будут как бессмертные. Они захотят умереть и не смогут. Когда они поймут, что с ними произошло, какая трагедия, они попытаются разбиться. И вот Славочка говорил, человек попытался закончить жить самоубийством. Он сел в машину и, разогнавшись, он с обрыва на этой машине упал. Машина разлетелась, человек разбился, и как в фильме ужаса, зашестеренный человек снова собирается, и он снова встает. И опечаленный идет обратно в это общество. Котрых сказал, что сейчас люди устоявшие, не принявшие чипов, не принявшие номеров сатанинских, они, если устоят такие люди, они спасут весь свой род. Потому что Котрых сказал, что сейчас идет подсчет всего своего рода, всех родов. И представители, мы, последние представители этого рода, если не примем печать Антихриста, то спасается подвигом таким весь род этого человека. Вот так сказал Отрак. Если человек принимает все эти номера, то какой смысл вообще ему жить? Какой смысл вообще в этой жизни? Если он принадлежит сатане, если он не принадлежит Богу, он не, как Славочка сказал, он не может ощущать то, что создал Бог, он не может ощущать какой сладкий воздух, он не может ощущать что такое, какое благо вода, он этого не ощущает, он не живет этот человек, он Славочка сказал, зомби. И поэтому вот такая жуткая трагедия, когда люди, принявшие печать, станут именно вот такими людьми. И Славочка снова сказал, он часто говорил, что Бог никого не простит, он предупреждал. Он пришел, чтобы именно предупредить, сказать, что именно это последнее время, что именно это сатанинские номера, что именно это его печать, и что Бог никого не простит, пусть даже не надеются. Он просто сказал конкретно это именно вот это, о чем предупреждали человека две тысячи лет, сколько можно. Шло предупреждение две тысячи лет. Некоторые отмахиваются сейчас, ах, сколько раз уже конец света наступал, но никогда не было чипов, никогда не было никаких печатей, вот то, что происходит сейчас, этого не было никогда. И никогда не приходил маленький мальчик в такие времена и не говорил, что именно это последний. И никогда не говорил ребенок, что праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду, ничего не остановить, не изменить нельзя, на небе все решено, скоро на земле будет Бог, который никого не простит, кто принял печать. А я говорю, Славочка, как надо понимать, вот здесь написано, и последние станут первыми. Он мне ответил, так мамочкой надо понимать, что те люди, которые не примут чипов, они не примут и номера. Если они не примут номер, они останутся живыми, и они вот эти вот последние в новом веке станут первыми, потому что они Бога не предали, как же он сказал, они Бога не предали, Бога не предали, и к мировому правителю они не пошли, и вот эти вот, и последние станут первыми, и вот эти последние станут первыми в новом веке. Что Славочка сказал об Антихристе? Он сказал, мамочка, он когда появится, он объявит себя Богом, в конечном итоге он объявит себя и будет такой жуткий гипноз, что люди будут видеть, когда будут на него смотреть, кто будет видеть Иисуса Христа, если христиане. Буддисты будут видеть Будду, мусульмане будут видеть Магомеда, но даже буддисты, хотя Славочка сказал, это религия от сатаны, и даже некоторые буддисты подумают, что-то здесь не так, потому что Будда приходить не собирался, Будды не должно быть, засомневаются буддисты, что здесь что-то не так. И Славочка сказал, мамочка, вокруг него столько бесов, а люди будут видеть, бесы даже скрываться не будут, просто люди будут на них смотреть и видеть ангелов в них. И сам сатана, Славочка сказал, от него, говорит, так пахнет, такой идет смрад, люди чувствовать этого смрада не будут, и будут в нем видеть каждый своего бога, для людей он будет красивый, а Славочка сказал, говорит, мамочка, у него такое белое лицо, как мукой, говорит, как будто присыпано, и глаза, говорит, такие красные, и так, говорит, на меня, злобно смотрит, такой, страшный. Славочка сказал, что такой будет жуткий гипноз, что люди в округе все будут к нему сами собираться, у них вдруг появится такое желание на него посмотреть, и он мне сказал, мамочка, и ты захочешь посмотреть, с каким трудом, с таким сильнейшим трудом ты только не пойдешь. Борьба приходит очень сильная. Тебе захочется тоже пойти и посмотреть на эту красоту, но ты держишься, не пойдешь смотреться. А те, кто пойдут смотреть, они пропали. Единицы не примут антихриста. Я сам удивлялся, как же так? Будут знать о нем, будут знать все про печаль. и почти весь мир поклонится, останется малая стадия. Почему это? Повреждение будет, повреждение капитал, оно уже. Скорость огромная, с какой передвигаться он будет. Поэтому то он здесь, то он там. И люди будут говорить, Христос здесь, Христос там. В общем, при огромной скорости он будет почти во всех местах, чуть ли не одновременно. Он будет действительно говорить, что вот встань, гора, передвинься. И такой будет сильный гипноз, что люди будут подходить, они будут эту гору, говорит, мамочка, прям реально трогать, прям вот так стараться, и похлопать, и подвигать, и вот так вот. И они будут ощущать, что это гора, что это камень, что это реальность, а йогурт не будет этой горы. Славочка сказал, что этот мировой правитель всех развратит вседозволенностью, он разрешит все пороки человеческие, и скажет, что церковь учила неправильно, что как раз все создано Богом, то есть им, для того, чтобы как раз люди этим всем наслаждались, и люди начнут наслаждаться всем этим. И Славочка так удивился, сказал, мамочка, какие бессовестные тетеньки, что они себе позволяют, какие же они бессовестные. Славочка сказал, когда Антихрист будет на земле, почти все бесы повылазят на поверхность, и они будут вселяться в людей, а в аду будет спокойнее, чем на земле, потому что не все бесы, оставшиеся в аду, так усердно будут выполнять свою работу. Потом он еще привел такой пример. Вот мамочка говорит, смотри, поставят столы, на этих столах будет и закуска, и водка. Мужчины так будут упиваться, а потом поднимут эту голову и увидят беса, который их обслуживает. Типа еще подают, подают эту водку. Вот. И даже они протрезвеют и попросят их. Водку наливайте, закуску ставьте, но сами не показывайте, насколько они будут страшные. И вот так вот говорят, и вот и мужчины будут упиваться и объедаться, что вот такое на земле будет все кругом. Всегда ищут. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...